Факты в лицах на Тагил ТВ, работе полиции, ну скажем так, о внутренней кухне. Сегодня у нас разговор с заместителем начальника межмуниципального управления МВД России Нижняя Тагильская, начальником отдела по работе с личным составом, полковником полиции Виктором Калатыгидом. Добрый день. Виктор Владимирович, в конце января были подведены итоги работы нашего подразделения полиции Тагильского. По итогам 2023 года прозвучала информация о том, что существует недобор, дефицит кадров в нашем гарнизоне. Как на сегодняшний день обстоят дела? Да, действительно, на сегодняшний день численность наших подразделений, служб и подразделений межмуниципального управления МВД России Нижняя Тагильская свыше 2000 единиц. И в условиях жесткой конкуренции, сложившись в рынке труда города Нижний Тагил, мы действительно испытываем нехватку кадров порядка 200 единиц личного состава. Это больше 10% на самом деле, что для нашего гарнизона, я считаю, довольно-таки существенно. А какие подразделения, вот сразу 200 человек, да, это какие подразделения преимущественные? Нет такого, что у нас есть подразделения, испытывающие некомплект больше или меньше. Да, действительно, не хватает в каждой службе, скажем так, чуть-чуть не хватает в каждой службе. Это и участковые уполномоченные, это и подразделения оперативного блока, оперуполномоченные разных направлений. Это и патрульно-постовая служба, дорожно-патрульная служба, ну и так далее, и так далее, и так далее. Потому что, действительно, служба в органах внутренних дел, это действительно сложная работа, на самом деле, сложная работа. Сюда идут действительно ответственные, уверенные в себе граждане нашего города, ну, как и настоящие мужчины, так и сильные девчонки. Физически подготовленные, видимо, люди. Да, естественно, да, как физическая подготовка, это обязательная, обязательная часть нашей программы, скажем так, по трудоустройству на службу внутренних дел. Ну и потом, в последующем, при прохождении службы, как, ну, как хотел сказать, все знают, на самом деле, это все знают, уже проходя службу в полиции, ежегодно мы сдаем нормативы по физической подготовке, по огневой подготовке. Каждый сотрудник ежегодно сдает нормативы, за что получает дополнительные, естественно, отбавки к заработной плате. Ну, мы об этом еще поговорим. Ну, наверное, да, вопрос, вопрос, как раз, да, действительно, вы затронули оплату труда сотрудников, органов внутренних дел. Не знаю, насколько велик или насколько низок, тем более, если вы говорите, конкуренция есть. Да, вопрос о конкуренции. Сейчас при низком потенциале рынка, да, труда, усложняется конкуренция. Да, вопрос конкуренции, на самом деле, для правоохранительных структур, на него обращает и президент, внимание и президент Российской Федерации, и правительство Российской Федерации, ну, естественно, и высшее руководство Министерства внутренних дел Российской Федерации на него тоже обращают внимание. В связи с чем вносятся, только в прошедшем году внесли ряд, целый ряд поправок в Федеральной Законослужбе органов внутренних дел и в правовые акты, регламентирующие порядок начисления денежного удовольствия сотрудников. Допустим, на сегодняшний день мы уже имеем право принимать на службу граждан от 18 до 55 лет. По тем изменениям, которые у нас прошли по денежному удовольствию сотрудников, только в том году, естественно, у нас на сегодняшний день зарплата участковых и уполномоченных, только заработная плата, естественно, без учета премий годовых, без учета премий за выполнение особо важных задач, у нас порядка только участковых 70-75 тысяч. Сотрудников подразделений оперативного блока, это уперуполномоченный уголовный рост, экономической безопасности по борьбе с наркотиками, там зарплата от 60 тысяч рублей, это офицерские должности. Зарплата следователя также от 60 тысяч рублей. Ну и патрульно-постовая служба претерпела наиболее значительные изменения в денежном удовольствии, потому что здесь у нас, как и в участковых и уполномоченных, с этого года, с этого года правительством Средовской области установили дополнительные выплаты, и зарплата увеличилась теперь на первом году службы от 45 тысяч рублей, это уже на руки сотрудник получает у нас в патрульно-постовой службе. Многие суммы назвали, а есть какие-то, может быть, льготы законами о полиции там или еще чем-то выставленные определенные? Определенные преимущества, действительно, определенные преимущества у нас перед простыми гражданами, который, скажем так, социальный пакет наш расширен, по сравнению с гражданами, которые работают по Трудовому кодексу. У нас есть федеральный закон о социальных гарантиях 247-й, о социальных гарантиях, и там сотрудникам, проходящим службу в органах внутренних дел, дополнительные условия. Ну, за исключением, естественно, стабильной заработной платы, это пенсионное обеспечение в органах внутренних дел при достижении 20 лет выслуги, с учетом обучения в образовательных организациях, с учетом армии, прохождения службы в других подразделениях и ведомствах, это 20 лет выслуги лет должно быть, после чего у тебя, получается, уже пенсия. То есть, если ты начал свою трудовую карьеру с 18 лет, пошел в армию, молодой человек, после чего ты пришел на службу в органах внутренних дел, ну, считайте, это уже в 38 лет, в 39 лет ты можешь быть пенсионером. Если ты проходил службу на должностях, имеющих льготную выслугу лет, у нас есть граждане, которые уходят на пенсию в 34-35 лет. И пенсия, вам скажу, превышает те размеры, которые можно заработать на предприятиях нашего города. Также хотелось бы отметить, это обязательно премирование личного состава за выполнение особо важных задач. Здесь также хочется отметить, что социальные гарантии, это отпуск, время на отдых, обязательно, которое предоставляет сотрудникам органов внутренних дел. Для правоохранительной системы это не менее 40 календарных дней. Плюс, естественно, отпуска за стаж службы, это 5-10-15 дней при достижении 20 лет выслуги. Это отпуска за ненормированный рабочий день, 7-9 дней, а также дополнительное время за переработку. Я утрирую простыми словами, на самом деле, чтобы было понятнее жителям нашего города. За переработку, то есть все время, которое сотрудник перерабатывает на службе органов внутренних дел, оно ему также предоставляется в виде денежной компенсации, опять же, либо дополнительными днями отдыха. Вы бы сказали, с 18 лет расширили вам дипозон, что можете принимать. Но это практически выпускники школ. Каким образом выпускники школ могут к вам попасть? Выпускники школ, на самом деле, мы даже агитируем. У нас постоянно наши сотрудники ходят по образовательным учреждениям нашего города, школам, обязательно во всех школах мы уже побывали в текущем году. Пройдем еще раз и доводим информацию, что выпускники школ могут поступать к нам в образовательные учреждения для получения высшего образования системы МВД России. На сегодняшний день мы, только Нижнетагейский гарнизон полиции, отбирает в 5 образовательных учреждения МВД России. Это Уральский юридический институт на квалификацию юрист, это Воронежский институт МВД России по IT-специальностям, это компьютерная безопасность и компьютерные сети, две специальности. Это Орловский юридический институт, там больше обучают на такие специальности, как госавтоинспекция, скажем, и регистрационные экзаменационные подразделения. Это у нас Санкт-Петербургский университет МВД России. В текущем году мы отбираем психологию служебной деятельности, а также отбираем Волгоградскую академию МВД России, это судебная экспертиза. Но здесь хочется отметить, что документы для поступления мы принимаем только до 1 апреля. В связи с необходимостью прохождения военно-врачебной комиссии это занимает довольно-таки продолжительное время. Ну и надо опять же учесть, что для поступления данной образовательного учреждения необходимо еще и сдать ЕГЭ. То есть, если это для Уральского юридического института, Орловского института и Волгоградской академии это русский язык и общество знания, то для Воронежского института, где дается IT-специальность, это уже русский язык и математика профильная. А также для Санкт-Петербургского университета это русский язык и биология, потому что там на психологов обучают. Почему начинается таким образом оформление на службу в органы внутренних дел? Ну понятно, что если выпускник школы, а человек побольше, постарше имеет возраст. Совершенно верно, да. Оформление, как говорил в знаменитом кинофильме, все у нас начинается в кадрах и заканчивается в кадрах. Это важно. Это к нам. Это на самом деле к нам. Гражданин, извивший желание, который просто рассматривает как службу в органах внутренних дел, как дальнейшее продолжение своей карьеры, трудовой карьеры, приходит в отдел по работе с личным составом, где ему уже в ходе проводят с ним собеседование, объясняет условия прохождения службы, график несения службы, режим службы, определенные социальные льготы и гарантии, объясняет по вакантным должностям, какие иные по уровню образования. Гражданин может претендовать для замещения каких-то должностей, а также по тому уровню заработной платы, на которую он опять же может претендовать, который естественно потом будет с годами увеличиваться. Проводится собеседование, выясняется, объясняется все, какие необходимо собрать документы для поступления на службу, как необходимо будет проходить военно-врачебную комиссию, опять же полиграф. Ну и при первичном посещении, как бы тоже, что немаловажно, гражданину необходимо иметь с собой только паспорт для того, чтобы пройти в помещение управления, а также документы об образовании, чтобы мы могли удостовериться, каким действительно квалификацией мы можем предлагать вакансии. Ну если есть военный билет, на руках тоже можно взять для сразу, чтобы уточнить определенное первичное состояние здоровья гражданина. Ну это опять же мальчики, ну и опять же не все. Но тем не менее мы, если гражданин, опять же стоит отметить, если гражданин не проходил службу в вооруженных силах Российской Федерации, то это не основание отказа ему для приема на службу в органы внутренних дел. Ну на самом деле, пожалуйста. Есть ли какие-то требования, чтобы обладать какими-то знаниями и умениями специфические? Ну вот понятно, вы сказали, что должен поступать аттестат там или что диплом принести вам для поступления, а специфика вы знания в способностях человека? Каких-либо определенных требований, ну таких заоблачных для прохождения службы гражданину обладать, гражданину нет необходимости на самом деле. Любой, кто имеет желание проходить службу в органы внутренних дел, который к нам придет, пройдет военно-врачебную комиссию, мы убедимся в его годности по состоянию здоровья, пройдет тесты по физической подготовке и проступит на службу уже в конце концов, то он не будет брошен. Надо это понимать. У нас есть очень много, на самом деле, вот выходишь, когда на предприятие очень много, они просто боятся. Ну что, да, действительно, служба очень сложная, непростая, надо обладать какими-то, ну как предполагают граждане города, завышенными требованиями, навыками. Нет, вы не будете брошены. Вы придете, за вами будет закреплен опытный наставник, который будет с вами постоянно работать, находиться вместе, который будет передавать тот опыт, который он за многие годы службы уже наработал. И будет вас поддерживать. Ну и опять же, руководители подразделений, куда вы попадете, они вас так же не бросят. Вы не останетесь один на один с той проблемой, которая есть. У нас существует центр профессиональной подготовки, который находится прямо в городе Нижний Тагил. То есть гражданам нашего города никуда не надо будет выезжать для прохождения дополнительного обучения. По результатам испытательного срока все поступают в центр профподготовки, где уже профессиональные преподаватели преподают основу права, которые и вопросы применения законодательства в служебной деятельности, а также обучают уже боевым приемам борьбы и основам владения табельного оружия. Что будет продолжено, естественно, уже в период прохождения службы уже специалистами отдела по работе с личным всталом. Очень интересная беседа у нас с вами. Благодарю за участие в нашей программе. У кого есть вопрос, кем быть и чем заниматься, примерно вот такой ответ о возможностях трудоустройства в полиции. Об этом рассказал начальник отдела по работе с личным составом нашего межмуниципального управления Нижний Тагильский Виктор Калатыгин. Оставайтесь на Тагил-ТВ. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»